МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня украинские и зарубежные СМИ растиражировали новость о том, что президент России выступает за введение миротворческой миссии на Донбасс, но на определенных условиях. Миротворцы должны стоять только на линии разграничения и только для защиты наблюдателей ОБСЕ. А российский МИД уже направил соответствующий проект резолюции на рассмотрение СовбезООН. Напомню, президент Украины Петр Порошенко высказался за введение миротворцев на Донбасс еще в 2015 году, после чего не раз поддерживал это предложение. Этот же вопрос он собирается поднять лично на Генеральной Ассамблее ООН уже 20 сентября. А вот сегодняшнее заявление российского президента не оставили без внимания в украинском МИДе. В настоящий момент ООН проводит 15 миротворческих миссий по всему миру. Каждая утверждена соответствующей резолюцией Совета Безопасности. Решение о миссии на Донбассе и о том, как она будет действовать, также должен приняться без ООН. То есть за него должны проголосовать 9 из 15 стран-участниц, в том числе 5 постоянных членов. О Донбассе и реформах Гавриеве сегодня и в парламенте Верховной Раде открылась новая сессия. Ненародные депутаты приступили к работе. С каким настроением вернулись и насколько слаженными были первые голосования в нашем материале. Торжественный гимн в сессионном зале и седьмую сессию Верховной Рады открыли. Под куполом 375 нардепов и Кабмин всем составом. Наставление депутатам сегодня дают спикер, а потом и премьер с наболевшим призывом. У премьера пакет реформ, на принятие которых он рассчитывает. И пока только коалиция готова сказать изменениям «да». Сьогодні Украина может отримать модернизированную систему освіти, которая обеспечит новые принципы навчания, даст возможность добывать качественную освоту подрастающим поколениям. Надзвичайно важливой для украинского общества есть пенсийная реформа. Заявленные урядом реформи земельная пенсийная освития не есть реформами по сути и достаточно добьют людей. Медичное взагалі в корне суперечить статтю 49 Конституции Украины. До реформ нужно ретельно готовиться и уметь прораховывать наследие. Тем не менее, первая реформа уже готова к рассмотрению. Образовательное. Новые возможности для наших детей, для осветян, для родин, для того, чтобы детям надать качественную освоту. Он имеет очень важные реформаторские кроки, которые связаны с реформой загальной средней освіти и переходом от школы знаний до школы компетентности для жизни в 21-м столетии. От поправок, от деталей залежит, какая будет минимальная зарплатная плата учителев, когда она будет с 1-го січня, или аж доступная, как пропонует уряд, что будет с украинской языком, что будет с землей, которая сейчас належит профильно-техническим вузам. За этот законопроект можно проголосовать только в том случае, когда там будет подтверждена, а не снищена гарантия учителям, что они будут иметь гидную оплату работы. Принаймні, это нужно сохранить в этом законе. А все остальное залежит от финансирования. К законопроекту сотни поправок, и все стали рассматривать по полной процедуре. На это у депутатов ушло как утреннее, так и вечернее заседание. А между тем не обошлось без обвинений. Народный фронт после каникул в ударе, то и дело упражняется в нападках, и сегодня потребовал от силовиков новых дел против оппозиционеров. А что мы ожидали от Народного фронта? Что они начнут объяснять, почему в стране такая инфляция, почему такой курс гривны, что он уже приближается к 30, что они будут говорить о том, что они разворовали деньги на стену, о том, что они выплатили премии по 7 миллионов в Минюсте. Поэтому что нужно делать? Атаковать своих политических оппонентов. Поэтому моя позиция простая. Они 4 года за нами бегают, 4 года пытаются сфабриковать хоть какое-нибудь уголовное дело. Ничего у них не получается. Я считаю, что если Народный фронт с рейтингом меньше погрешности нас критикует, то это практически то же самое, что нас хвалят. В итоге к единству в этом зале приходится только взывать. И не только взаимные обвинения, но и голосование. Яркий пример того, что сплоченности под куполом нет. Вот сегодня даже повестку дня сессии. Первое голосование дня нардепы провалили. Коалиции как не было, так и нет. Списков ее нет. 226 монатов нет. Все голосования, которые проводит власть, носят ситуативный характер. Пусть каждое голосование собираются 226 в зале. Это первое. То есть на сегодня коалиция войны работает неконституционно. На сегодняшний день в зале никто не видел закона о реинтеграции. О нем идут разговоры, и мы не слышали о том, чтобы его поддерживал нормандский формат. Поэтому, еще раз, оппозиционный блок будет голосовать за все, что приближает нас к миру, и никогда не будет голосовать за то, что дает новый виток напряжения на Донбассе. Когда в Раде появится закон о реинтеграции Донбасса, не знает никто. А что же касается образовательной реформы, то ее в итоге приняли. Под конец рабочего дня. Павлина Василенко, Екатерина Лысенко, Иван Ермаков, Евгений Пахальчук. Подробности телеканал Интер. Принятие образовательной реформы приветствовал президент. На своей странице в фейсбуке Петр Порошенко написал, рад, что парламент проголосовал за новую редакцию закона об образовании. И поблагодарил депутатов за ее голоса, а также всех, кто работал над документом, в том числе над Совет реформ. Уже в четверг президент придет в парламент. Петр Порошенко выступит с традиционным посланием к депутатам. А премьер свои пожелания к народным избранникам выразил сегодня. Владимир Гройсман надеется на положительное голосование по закону о пенсионной реформе уже в этом месяце. По словам главы Кабмина, этот документ сделает пенсии социально справедливыми и позволит сократить дефицит пенсионного фонда. Уже в октябре 9 миллионов украинцев получат повышенные выплаты, уверил Гройсман, ресурс есть. Слово за нардепами. Залишаем век пенсийный, такий, как он сегодня, для работающего человека. Забираем норму про понижение пенсии, так называемое оподаткование для работающих пенсионеров. Проводим осучаснение и индексацию. Мы хотим закласти новую автоматичную систему перерахунктов, которая даст возможность отойти от зависимости украинских гражданам, пенсионерам, действующим, будущим пенсионерам, отойти от зависимости украинских политиков. Расследовать коррупционные схемы Народного фронта, в том числе лизера партии Арсения Яценюка, призывают в оппозиционном блоке. С просьбой оценить деятельность экс-премьера обратились к посольствам демократических государств и международных организаций. Какими же богатствами владеет и сколько миллионов удалось заработать главному фронтовику в нашем материале? Мы начинаем проект «Стена». Это строительство реального государственного кордона между Украиной и Российской Федерацией. 4 миллиарда гривен. Именно такую немалую сумму на свою стройку века запросил главный фронтовик Арсений Яценюк. Анонсировал возведение «Стены» как нечто грандиозное. Но сооружение, призванное остановить российское вторжение на деле, оказалось убогим забором. Все потому, что проект с самого начала был авантюрой, убеждены политологи. По их мнению, это традиционная выкачка денег из госбюджета. А в НАБУ уже установили. За последние 2,5 года при строительстве украли почти 200 миллионов гривен. Нашли и виновных в крупных хищениях. По подозрению в коррупции задержали семерых. Однако вопрос, почему за злоупотребление отвечают только пешки, остается без ответа. Впрочем, кроме Евровала у лидера Народного фронта есть и медиапроект. Арсений Яценюк приобрел телеканал. Точнее, часть акций. Речь об «Эспрессо-ТВ». Информацию подтвердили и в пресс-службе экс-премьера. Мол, договор подписан еще 15 июня. О покупке корпоративных прав Яценюк указал в декларации за прошлый год. Потратил совсем немного. По меркам медиарынка почти 4 миллиона гривен. Но откуда у Яценюка деньги на покупку медиа, остается догадываться. Нардеп Сергей Каплин на своей странице в Фейсбуке предположил, они получены благодаря тому самому скандальному проекту «Стена». Откуда же еще миллионы? За время работы премьер-министром Яценюк увеличил свой доход на 20%. Об этом свидетельствует его декларация. Но этому удивляться, видимо, не стоит. Несколько лет назад экс-глава Госфининспекции Николай Гордиенко разоблачил теневые схемы бывшего премьера. О нарушении со стороны его Кабмина выявил почти на 7 миллиардов гривен. После чего его отстранили от должности и возбудили в отношении него уголовное дело. Гордиенко выиграл суды и добился восстановления в должности, после чего производство закрыли, а Госфининспекцию якобы реорганизовали. Впрочем, дело против чиновника возобновили в мае этого года. 4 миллиона гривен за липовый холодагент. Генпрокуратура вместе с СБУ пришли с обысками в Укрзалезницу, изъяли техническую документацию и более 45 баллонов с неизвестным веществом. Напомню, в начале лета Укрзалезница заключила договор о закупке 7 тонн холодильного агента для систем кондиционирования пассажирских вагонов. Но, как заявили в прокуратуре, неизвестное вещество, которое значилось как холодагент, непригодное для использования в пассажирских поездах. Чиновников Укрзалезницы и ранее уличали в покупке некачественной продукции. Обыски в управлении нацполиции Запорожской области проводили сотрудники генпрокуратуры. Что искали ни в прокуратуре, ни в полиции не говорят. Всю информацию собирал Сергей Бордюжа. По информации, которая появилась в интернете, визит правоохранителей связан с деятельностью Руслана Канашко. Он является помощником начальника полиции области. Ранее руководил отделом по борьбе с бандитизмом и работал в команде Владимира Сербы, который возглавлял УВД области, а сейчас разыскивается за разгон Запорожского Майдана. То, что здесь бросают палки, кидают камни, значит, это называется противоправные действия. За это придется отвечать. В 2014-м Канашко уволился, а в этом году вернулся в областную полицию в статусе помощника начальника. Обыски якобы проходили у него в кабинете. На наш вопрос, задержан ли кто-то, дежурный отвечает кратко. Не было никаких задержанностей. Точно так же лаконичны в своем комментарии и в пресс-службе областного управления полиции. Сегодня в Главном управлении социальной полиции Запорожской области проходили обшуки, которые проводила Генеральная прокуратура Украины в рамках криминального проведения, открытого в 2013-м году. За больше детальную информацию, пожалуйста, обратитесь к прокуратуре. Генпрокуратура тоже пока хранит молчание. Ближе к вечеру в интернете появилась новая информация. Руслана Канашко подозревают в связи с криминалитетом и крышевании одной из общественных организаций. Ее активисты якобы занимаются погромами в залах игровых автоматов и вымогательством. Это бандиты, которые приехали грабить Днепрорудницу. От кого они? Партия неизвестная. Парадом вчера. Народная рада какая-то. Действительно ли Руслан Канашко оборотень в погонах, теперь разбираются его коллеги-правоохранители. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности с телеканал Интер. Запорожье. Патрульных вымогателей задержали на столичном жидовокзале. Спецоперацию сегодня ночью провели Киевская прокуратура и СБУ. По данным следствия, пятеро полицейских в течение нескольких месяцев избивали и грабили людей. Одиноких или подвыпивших пассажиров под разными предлогами забирали в комнату для досмотров, а там угрожали, заковывали в наручники, отбирали деньги и ценные вещи. Кроме того, патрульные крышевали карманников за вознаграждение. Задержанным объявили о подозрении и отстранили от службы. Откуда миллиарды у простого следователя? Народный депутат Сергей Каплин обратился в Национальное антикоррупционное бюро с заявлением об уголовном преступлении со стороны сотрудника нацполиции. Речь идет о замначальника главного следственного управления Дмитрия Бути, о финансовом состоянии которого мы неоднократно рассказывали в наших материалах. Нардеп просит детективов как можно быстрее проверить, соответствуют ли доходы семьи следователя количеству имущества. А это и квартиры в центре столицы, и элитный дом, и два дорогих авто, и даже собака за 120 тысяч гривен. Нардеп просит привлечь к ответственности и сотрудников НПК, в том случае, если в декларации Бути окажутся незамеченные ими ошибки. Я хочу сейчас заявить и обратиться к Генеральной прокуратуры, НЗК и других правоохранительных органов, к украинской общественности, к украинской президенту, к парламенту, который начал свою работу, с информацией о наявности полицейского миллиардера в гривнях. Человек, который имеет миллиарды в гривнях статка, который имеет несколько домов, который протягом этих двух лет переписывал то с матери, то на отца, то на родственников, дружина, которого тоже жонгливала нерухомостью, как это показывает декларация, вартостью сотни тысяч долларов, рахунки миллионные. Тем временем в зоне АТО обстрелы 11 с начала суток. Боевики нарушили перемирие в районах Толоковки, Крымского, Маринки и Авдеевки. Не прекращаются обстрелы в Песках под Донецком. О ситуации там расскажет Геннадий Бивденко. Некогда элитный поселок Пески постепенно исчезает с карты Украины. Населенный пункт уже и так разрушен почти до основания. А тут на днях пережил масштабный пожар. Здесь еще остаются 12 мирных жителей. Бойцы старались спасти их жилье. В целом в Песках сгорело 80 брошенных домов. Тушили всей бригадой двое суток. Вот это была чья-то теплица. Температура горения была такая, что стекло расплавилось. Враг использовал зажигательные мины. В результате пожара сгорели только заброшенные здания. После относительной тишины противник активизировался. Эта ночь прошла под постоянными обстрелами боевиков. Ведется провокационный огонь. Обстреливаются позиции. Постойно с подствольных гранатометов АГ-17 работает частенько по позициям. Руйнуют потихоньку. Пытаемся отбудовывать позиции. В огонь – ответ за оборону. Используется старая тактика ночных беспокоящих обстрелов. Враг пока не использует только крупнокалиберную артиллерию. Ну, БСЕ по ходу ездят, и они дотримаются. Типа, они там... А ночью, в весь час провокации, каждую ночь. Працует там ДРГ и так далее. Провокуют на огонь и ответ. Чтобы потом по телеканалам показать, что засуды дотримаются минских договоренностей и так далее. Наши парни рассказывают, что боевики даже демонстративно вылезают из окопов и маячат под прицелами. Пытаются спровоцировать украинских воинов на огонь. Однако действуют жесткие запреткомандования – соблюдать перемирие. Хлопцы подбодривают себя, все будет хорошо. Рано или поздно это все закончится. Главное, чтобы оно дальше не пошло. Я, например, с кривого рога, чтобы такого не было у меня дома. Чтобы мои родители жили спокойно, чтобы не было такой разрушки. Чтобы у меня в дворе такого не было. Все будет хорошо. Полусаженный поселок производит удручающее впечатление. Однако видно, как сквозь пепел рядом с руинами пробивается уже молодая трава. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности – телеканал Интер из Донецкой области. Новый глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко приступил к исполнению своих обязанностей. Он уже вручил верительные грамоты генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу. Напомню ранее, Вадим Пристайко был первым замминистра иностранных дел Украины. Президент Петр Порошенко назначил его главой украинской миссии указом от 7 июля этого года. Корейский узел затянули туже. Дональд Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Кореи. Штаты также пытаются ужесточить санкции, но пока единства в Совете безопасности нет. Резолюция не утверждена. Дмитрий Анопченко знает все детали. Одни ждали этого решения, другие опасались. Выслушав все мнения, Дональд Трамп традиционно поступил по-своему. Дал добро на поставки американских вооружений и снаряжения для Южной Кореи. А еще снял ограничения на мощность их ракет. И хотя эксперты спорят, сдержит ли это КНДР или наоборот раззадорит, обратного пути уже нет. В страну направят самое мощное и современное оружие на много миллиардов долларов. Речь идет и о том, чтобы перебросить в этот район американские авианосцы и стратегическую авиацию. Несмотря на то, что Трамп бросил журналистам, посмотрим, когда его на ходу спросили, будут ли штаты атаковать КНДР. Стратегия у Вашингтона пока другая. Усиливать военное присутствие и все-таки добиться новых санкций. По сути, этому и был посвящен Совет безопасности ООН. Время полумерса в Безе завершилось. Пора использовать все возможности, пока еще не поздно. Мы должны принять максимально строгие меры. В своей речи Хейли не раз произнесла слово «война». Мол, именно этого своими действиями добивается Ким Чен Ын. И хотя штаты не хотят воевать, по словам Хейли, их терпение не безгранично. Выход Вашингтон видит в жесточайшем усилении санкций. Причем в этом Трамп неожиданно заполучил в союзники Меркель. Два лидера накануне долго разговаривали по телефону. Поддержка в зале Совбеза тоже серьезнейшая. Великобритания, Япония, конечно же, Южная Корея. Их представители не скупились на громкие слова. Мы должны прекратить все это немедленно. Мы должны продолжать политику санкций. Мы обязаны действовать, чтобы остановить Северную Корею на этом пути. Но правила в Совбезе таковы, что даже одно «нет» блокирует стремление всех остальных действовать. Это «нет» завуалированно прозвучало от России. Мол, ресурс санкций исчерпан. В американской миссии при ООН многие уверены, Москва специально ставит палки в колеса. Мол, мстит за закрытые дип-представительства. Правда это или нет, но Вашингтону теперь придется вести долгие переговоры с представителями России. Чтобы резолюция по КНДР, которую подготовила Хейли, все же прошла в Совбезе. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала «Интер». На ужесточении санкции против Северной Кореи настаивает канцлер Германии. Ангела Меркель на последнем заседании Бундестага заявила, что уже в конце недели Евросоюз обсудит этот вопрос. Ядерное испытание в Северной Корее немецкий лидер называла провокацией и грубым нарушением всех международных норм. В то же время Меркель категорически против военного решения конфликта. Это подробности и далее в нашей программе. Расследования по кругу по делу о событиях 2 мая в Одессе назначили новые экспертизы. Зачем? Смертельный градус, новые жертвы суррогатного алкоголя. Куда успели развести опасную продукцию? Депутаты к депутатам. Делегация Европарламента едет в Верховную Раду. Визит состоится через две недели. Повестку в Брюсселе уже обсудили. С чем пожалуют евродепутаты в Киев? Расскажет Елена Абрамович. Обсудить планы касательно Украины такой широкой кампании в Брюсселе собирается раз в полгода. За круглым столом депутаты Европарламента, которые занимаются украинским вопросом, а также представители так называемых групп поддержки из Еврокомиссии и Европейской службы внешней деятельности. На повестке дня помощь с реформами и финансами. Что касается финансовой помощи от Евросоюза, то до сих пор некоторые условия не выполнены. И следующие суммы будут доступны, когда и если реформы будут воплощены в жизнь. Речь идет о макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро. Этот транш отложили на начало следующего года. Вопрос в политической воле заверили на заседании. В первую очередь от Киева ждут прогресса в борьбе с коррупцией. Надеюсь, что во время визита нам удастся всем удостовериться, что прогресс НАБУ с законом об электронных декларациях продолжится в виде создания независимого антикоррупционного суда. Важно также гарантировать независимость НАБУ и эффективность его работы. Евродепутаты планируют съездить в прифронтовую зону на востоке Украины, оценить, насколько соблюдается перемирие и поговорить с местными жителями. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. О коррупции говорил сегодня и киевский губернатор, а точнее о коррупционерах в областном совете региона. В целом, рассказал Александр Горган, разворованы сотни миллионов бюджетных гривен. Губернатор рассказал, что все материалы переданы контролирующим органам. А со своей стороны пообещал кардинально изменить принцип распределения средств из областного бюджета. Областный бюджет – это такое тихое, золотое дно, до которого не было никакого дела. В ответственности никакой, контроля никакого. Нам выкрыто масштабную коррупционную схему, в результате которой было выкрыто сотни миллионов гривен. Мы нейтрализируем коррупционные прокладки областного уровня, которые именно выводили деньги. Мы приняли принциповое решение передавать областные деньги безусловно в громады. Все материалы, которые относятся актования, собраны с фотодоказами. И сегодня будут переданы администрацией до областной прокуратуры. Депутат областного совета погорел на взятки в Виннице. Правоохранителей имени не называют, но известно, что это глава экологической комиссии облсовета. А должность эту занимает радикал Владимир Криско. По данным следствия, депутат требовал 3000 долларов. За эти деньги он должен был согласовать продажу на аукционе лицензии на добычу песчаника в Ямпольском районе и вынести этот вопрос на рассмотрение сессии. А буквально на прошлой неделе, 30 августа, на взятках попались сразу два радикала. В Киевской области задержали главу земельной комиссии Фастовского гурсовета. Согласно данным официального сайта, эту должность занимал Андрей Корецкий. Он же руководитель местной ячейки радикальной партии Олега Ляшко. По данным ГПУ, чиновник требовал 70 тысяч долларов у одной из религиозных организаций. Взамен на помощь с выделением полутора гектаров земли под кладбище. В тот же день в Ривне задержали местного депутата от радикальной партии Владимира Кудрина. Он хотел получить 5000 долларов. Гарантировал, что не будет мешать застройщику работать. Писать депутатские запросы и инициировать всяческие проверки. Кудрина задержали в офисе, пачку купюр нашли под диваном. Обнаружили также обработанный янтарь, примерно полкило и наркотики. Его отпустили под залог в 128 тысяч гривен, которые внесла сестра. Что уж говорить о депутатах-радикалах на местах, если грешить с размахом, не бояться их однопартийцы в парламенте. А лидер полиции Олег Ляшко и вовсе не раз становился основным персонажем журналистских расследований. Из свеженького медийщики раскопали, что радикальный борец с коррупцией в последние два года активно скупал землю и недвижимость. Но все предусмотрительно оформлял на родственников. Кому же из радикалов жить хорошо в нашем материале? На роде – радикал Андрей Лазовой. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. При зарплате в 200 тысяч в год за последние два года он накупил имущество на 9 миллионов гривен. Коллекция швейцарских часов, старинного оружия, картин и святых мощей. А еще целые стопки денег наличными. По словам депутата, все это он заработал еще до того, как пришел в парламент. Сейчас Лазовой ждет очередное представление на лишение его неприкосновенности. Первое в июле депутаты провалили. Вскоре иммунитета может лишиться еще один одиозный нардеп-радикал Игорь Масейчук. Уже во второй раз. Напомню, еще в 2015 году против него открыли уголовное дело за взяточничество. Тогда прямо в зале парламента ГПУ опубликовало скандальное видео с участием нардепа. По карьеру, я тебе рассказываю, значит, ну, минимум 130 тысяч рублей внести надо. Масейчук вымогает деньги за помощь в получении лицензии за разработку карьера. За это обещает депутатскую защиту от правоохранителей. После этого видео Рада забрала у Масейчука депутатский иммунитет, а его самого взяли под стражу. Суд тогда проходил в лучших традициях политических шоу со скорой, врачами и носилками. Однако лишение радикала неприкосновенности отменил Верховный суд. Теперь в Генпрокуратуре готовят против него новое уголовное дело. На скамье подсудимых рискует оказаться и сам лидер радикальной партии Олег Лешко. Главный борец коррупции в парламенте. То и дело Лешко позирует на камеры среди селян, катается на телегах, а коррупционеров обещает наколоть на вилы. Ховаю остатки в офшорах вот такими ложками икру черную и красную жрут. И врань, и в обед, и вечером украинцы мясо не видят. Однако вдали трибуны и объективов ведет совсем другую жизнь. Из повозок пересаживается на свой бронированный кадиллак или в кресло самолета. Таиланд. Элитный итальянский остров Капри. И более скромные Испания, Хорватия и Австрия. Далеко не полный список мест, где Лешко, наверное, борется с коррупцией в Украине. По подсчетам журналистов, за последние три года лидер радикалов приобрел недвижимость и землю более чем на 20 миллионов гривен. При том, что бизнесом никогда не занимался. Еще в июле в специализированной антикоррупционной прокуратуре против главного радикала открыли два уголовных дела. За неуплату налогов и покупку элитного дома. Речь идет о шикарном имении площадью в 500 квадратов в Конче-Заспе стоимостью в 15 миллионов гривен. Но вот откуда взял на это деньги, главный радикал объяснить не смог. По данным нового журналистского расследования, это далеко не единственная покупка Лешко за последние два года. Как утверждают журналисты, Лешко приобрел 13 земельных участков под Киевом, оформив их на родственников. Активы депутатской семьи пополнились и тремя квартирами по 100 квадратов в самом центре столицы, элитном доме на улице Щерса. Стоимость этой недвижимости больше миллиона долларов. Все эти покупки радикал делал не сам, а через родственников. И в его декларации об этом ни слова. Если эти факты докажут, речь может идти о коррупции на десятки миллионов гривен. И не исключено, что в ближайшее время в Раде может появиться и представление о снятии депутатского иммунитета с лидера радикалов. Прокуратура Грузии просит Украину арестовать и выдать бывшего грузинского президента, экс-главу Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили. Такой официальный запрос в Тбилиси направил Киеву. Как сообщили в Минюсте, грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили в разворовывании денег и злоупотреблении служебным положением. В целом, в отношении бывшего президента Грузии открыли 4 уголовных дела. Все документы для экстрадиционной проверки Саакашвили Минюст направил в Генпрокуратуру. Главная прокуратура Грузии в своем западе надала гарантию Генеральной прокуратуре Украины, что этот запад не имеет на мете переследования особи за политическими мотивами, что особа не будет притягнута до ответственности за выполнение злочинений, не предпоченных западом, что особу не будет выдано третьей державе без сгоды Украины. Следователи по делу событий 2 мая в Одесском доме профсоюзов допросили около 200 новых свидетелей и назначили целый ряд дополнительных экспертиз. Об этом интерфаксу сообщил глава нацполиции Одесской области Дмитрий Головин. Конкретные сроки завершения расследования не назвал. В оппозиционном блоке уверены, все эти новые проверки просто затягивание дела. Фактически судят жертв событий 2 мая, которые остались живы. И прокуратура предлагает этим людям дать за то, что они остались живы от 8 до 15 лет. Если бы действительно следствие хотело заниматься расследованием, то есть масса материала в открытом доступе. И те фигуранты, они до сих пор гуляют на свободе. Единственная причина, почему это делается, для того, чтобы затянуть суд, о котором я вам говорю, не допустить выход этих людей на свободу, потому что тогда кто-то должен будет ответить, за что люди 3,5 года находятся в СИЗО. Это затягивание процесса. Бунт против полиции в Черновицкой области. Жители одного из сел требуют убрать дежурный пост силовиков на выезде из леса. Даже попытались выгнать копов с силой, за что узнавала Ольга Паламарюк. Конфликт в Банилов-Подгорном назревал давно, и вот несколько дней назад обернулся массовым бунтом. Наряд полиции задержал местного жителя, который вез домой дрова на телеге. Сухостой, как объясняет отец задержанного, парень нашел на берегу речки. Полицейские не смогли определить, что это – сухой лес или свежесрубленные деревья, и потребовали предъявить документы на груз. Телегу с дровами проверяли почти 8 часов, рассказывает Виталий. Местных жителей это возмутило. Они собрались и попытались выдворить полицейских из села. Этот полицейский пост в селе установили несколько месяцев назад. В Банилов-Подгорном регулярно фиксируют факты нелегальной вырубки леса. Патруль должен контролировать вывоз древесины, но местные жители уверяют, полицейский занимается другим. Люди требуют перенести пост подальше от населенного пункта. А вот в полиции, считая, селяне бунтуют совсем по другой причине. Потому что этим людям просто-напросто не дает подпрацовник полиции незаконно вывозить лесу деревину. То, что лес систематически рубят и крадут местные жители, подтверждают и лесники. Они за дежурный пост. Будь-яка людина имеет право набирать в лесу сухостей, но не вот такие деревья, а просто падают, ветер ломают ветки. Это вопрос никто не должен платить. Никто сегодня не хочет заниматься. Хочет только хорошую дорогу. Судьбу поста должны решить в ближайшее время. В полиции после массовых беспорядков открыли уголовные производства по нескольким статьям. Угон служебного автомобиля, хулиганство и сопротивление сотрудникам полиции. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновийская область. Суррогатный алкоголь продолжает убивать украинцев. В одном из сел Черкасской области трое мужчин отравились спиртным сомнительного происхождения. Один скончался, двое сейчас в больнице. Подробности выяснял Станислав Кухарчук. Сегодня в Радзове день траура. Жители хоронят односельчанина Владимира Стеблыну. В минувшую субботу он решил немного выпить за обедом с коллегами на работе. За тем обедом алкоголем отравились сразу трое мужчин, говорит сельский голова Радзова. Василий Савченко и Владимир Демьяненко сейчас в больнице. Из-за случившегося в селе настоящая паника. В памяти у людей еще свежи события прошлого года в Харьковской области, когда от отравления метанолом умерли несколько десятков человек. Пострадавшие работники предприятия по изготовлению деревянных пилет, которые арендуют помещение на территории комбикормового завода. Но выяснилось, чуть больше года назад полиция обнаружила здесь подпольный цех, как дегнали виноводочный фальсификат. Местные жители предполагают, суррогатная водка, возможно, остатки продукции нелегального производства. Так ли это, нам узнать не удалось. Со вчерашнего дня арендаторы на месте не появлялись. Мы тут рядом, мы в само утро вчера не видели и сегодня не видели никого. У одного из пострадавших своя версия, откуда взялся алкоголь. Больше всего, что на разлив она была, потому что она была в Пасмосове. Здесь уже все вывезли, там ничего не осталось из этого предприятия. Я думаю, даже в селе взяли, принесли. Происхождение спиртного пытается выяснить и полиция. Уже открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Выключен ряд речевых доказов, они направлены на экспертизу. Что за речевые доказы, ножа назвать не можно. В полиции не исключают, что метанол мог попасть и в розничную сеть. Поэтому просят жителей Чегиринского района быть внимательными. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. У Киева-Печерского заповедника появилось сразу два директора. Бывший руководитель Любомир Михайлинов в последний день работы назначил исполняющим обязанности своего первого зама Александра Авчара. В то же время Министерство культуры определило на эту должность своего кандидата Александра Рудника. Напомню, руководителя должна была выбрать конкурсная комиссия, однако делегаты от Минкульта попросту не являлись на ее заседание. Другие члены комиссии подозревали, что выборы срывают специально, чтобы назначить директором человека, который разрешит стройку на территории Лавры. Коллектив заповедника уже выступил против ИО-директора, назначенного Минкультом. Принтер для утилизации космического мусора и мировой хит, который исполнили на калькуляторах. Об этом не только в нашем международном обзоре. В НАСА хотят отправить на Международную космическую станцию 3D-принтер, который будет перерабатывать мусор. Аппарат способен трансформировать ненужный пластик в материал для производства инструментов или запчастей. Новую технологию планируют использовать во время дальнейшего освоения космоса, например, полетов на Луну и Марс. Зонт подсолнух показали на выставке бытовой электроники в Германии. Устройство оснащено солнечными батареями, камерой, микрофоном и фонарями. Его можно подключать к разным гаджетам и управлять дистанционно. Роботизированный зонт поворачивается за солнцем, создает тень во дворе и одновременно накапливает энергию для освещения ночью. В продажу он поступит через год. А вот сколько будет стоить, пока неизвестно. В Индию слон затоптал человека из-за селфи. Житель штата Ариса хотел сделать фото с диким животным в местном парке. Вот только подошел к нему слишком близко. Слон разозлился и атаковал любителя селфи. Спасти посетителя сотрудники парка не смогли. От тяжелых травм индус скончался по дороге в больницу. Новый рекорд по скорости сборки кубика Рубика установил подросток в Соединенных Штатах. Патрик Понс решил головоломку за 4,69 секунды. Это на полсотых быстрее предыдущего рекорда, который тоже принадлежит Патрику. Чтобы собрать кубик, рекордсмену понадобило всего 17 движений. В Китае покупателям предлагают расплачиваться улыбкой. Экспериментальный способ оплаты в ресторане быстрого питания ввели пока в одном городе – Ханчжоу. Технология работает по принципу сканирования лица. Процесс занимает до двух секунд. Правда, покупателю еще нужно ввести номер мобильного телефона, который привязан к его платежной карте. Это поможет противостоять мошенникам. Ютубер из Японии обнародовал видео, где он играет в мировой хит Деспоситу на двух калькуляторах. Авторы используют специальные музыкальные калькуляторы, популярные в странах Азии. Работают они по принципу синтезатора и могут воспроизводить до 20 различных звуков. Ролик уже набрал почти 200 тысяч просмотров. Такими были новости этого дня за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра.